Самим увидеть последствия конфликта в Донбассе. На юго-восток Украины приехала группа итальянских политиков и общественных деятелей, чтобы на месте оценить разрушения и пообщаться с людьми. Увиденное гостей ужаснуло. С подробностями Ксения Назарова. Члены итальянской делегации в Донецком аэропорту, кажется, не верят своим глазам. Снимают фото и видео разрушений и повторяют одно и то же. Как такое стало возможным? Это кошмар просто. Это ад. Это просто ад. Депутаты одной из оппозиционных партий, общественные деятели Италии, решили своими глазами увидеть, что происходит в Донбассе. Ведь европейская пресса о конфликте на Украине по-прежнему рассказывает однобоко. Это уже не первый визит европейских политиков на Донецкую землю. На прошлой неделе здесь встречали депутатов Бундестага. Гости из Италии побывали в нескольких городах ДНР, в аэропорту Донецка, где шли самые ожесточенные бои и встретились с горожанами. В эти дома, близ аэропорта, снаряды прилетали десятками. Некоторые под угрозой обрушения. Сложно поверить, но здесь по-прежнему живут люди. Итальянская 76-летняя пенсионерка начала учить не так давно. Ее сын живет на Пенинах. Сама на родной дом покидать отказывается, несмотря ни на что. В огромной девятиэтажке помимо Тамары Довголь живет всего 10 человек. В основном старики, которым некуда уехать. Всю прошлую зиму они прожили без отопления, с выбитыми после многочисленных разрывов стеклами. Дочка, страшно? Как не страшно? Дом ходуном ходит. Дом ходит, ходуном. Вот так. Прозрыв, прозрыв. Вот так. И думаю, что сейчас завалится. Разбили там, разбили там, разбили здесь, разбили кругом. У нас в Европе нет. В последний раз, когда была Вторая мировая война, но в этот момент нет разрушений, нет такой уровень. Там абсолютно все очевидно. Когда домой, ну, высказать и показать наши СМИ, что сейчас продолжает такой уровень страданий народа Донбасса, это будет обязательно. Я считаю, что это просто профессиональный долг, и как респондент, и как политик. Я считаю, что это просто человеческий долг. Штык от солдатского ружья, пилотка с пятиконечной советской звездой. Они пронзают немецкую свастику. Символ побежденного фашизма от камчатских скульпторов. Паркованных фигур – одно из знаковых мест Донецка. Теперь о боевых действиях здесь говорит многое. Некоторые композиции изготовлены из элементов снарядов, которыми обстреливали город. Такие же кованые розы с лепестками из разорвавшихся мин подарили итальянским общественникам на память о Донецке, который до войны называли городом «миллиона роз».